На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кощерова. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Кому и на сколько поднимут пенсию? Пенсионный фонд дал разъяснение. Каким будет урожай? Местные дачники жалуются на Дроздов, но в целом прогноз оптимистичный. В Подмосковье пройдут тренировочные сборы по аэробике. У местных спортсменов большие планы на поездку. В Югре утвержден размер прожиточного минимума. По итогам второго квартала 2017 года он составил 15 294 рубля. Эта сумма установлена для трудоспособного населения. Что касается пенсионеров и детей, их прожиточный минимум немного ниже. Показатель рассчитывали, ориентируясь на цену стандартной потребительской корзины. Отметим, прожиточный минимум является отправной точкой для установления и расчета различных социальных выплат. Так, его новая величина позволит гарантировать достигнутый уровень социальной защиты для наиболее уязвимых групп населения. «Югорчанам должен быть гарантирован минимальный уровень благосостояния. Они должны и могут рассчитывать на развитую систему мер социальной поддержки. Это один из основных элементов качества жизни людей, а следовательно, приоритет нашей работы». Повышение пенсии произойдет уже завтра. Работающие пожилые люди с 1 августа ждут прибавки в размере до 3 баллов. В денежном эквиваленте это составит чуть более 220 рублей. Но это только максимально возможное повышение. Перерасчет будет зависеть от размера зарплаты работающего пенсионера в 2016 году. В фонде отметили, что на рост пенсии могут рассчитывать граждане, работающие легально и получающие страховые пенсии по старости и инвалидности. «Проработал работающий пенсионер год, перечислила предприятие или организация страховые взносы. Вот по этим взносам ежегодно с 1 августа производится увеличение работающим пенсионерам пенсии. К нам приходить пенсионерам не нужно. Это делается без заявлений, автоматически». Стоит отметить, что даже если пенсионер заработал более 3 баллов, размер индексации не изменится. Кстати, нефтьюганцы, которые вышли на пенсию только в этом году, прибавку к выплате не получат. Дом на огороде не построить. Владимир Путин подписал указ, регулирующий вопросы огородничества. Понятие «дачный участок» ликвидируется. Теперь россияне могут объединиться только в садоводческие и огороднические товарищества. Их главное отличие – в форме недвижимости. Дом для постоянного проживания можно строить только в дачном хозяйстве. На огородническом – исключительно хозпостройки. Также введены единые принципы расчета взносов в товариществах. Кстати, создать их можно только если в организации есть не менее семи учредителей. Помимо прав, указ наделяет такие объединения и обязанностями. Это комплексное благоустройство и обеспечение участков необходимой инфраструктурой. Закон вступает в силу с 2019 года. Самим дачникам сейчас не до новых указов. Важнее вопрос, что лучше вырастет. Июль выдался жарким, картошка обещает быть крупной. Зато благодаря новым для нефтеюганского вредителям многие остались без ягод. Наша съемочная группа выяснила, какие виды на урожай 2017 у местных агрономов. А ей еще расти, так что нынче без картошки не останемся. Дачница со стажем Галина Стародымова в целом летом довольна. Картошку уже можно есть, но чтобы хватило всей семье, на всю зиму нужна другая погода. Дождей вот не хватает. Так бы, конечно, было день солнышка, три солнышка. И там полило бы ночью. А так нормально. Единственное, трава хорошо растет еще. Но она, походу, не спит. Хорошо растет не только картошка. Крупнее, чем обычно лук, рядом набирается витаминов морковь. Еще месяц расти. Еще одна радость – баклажаны. А в этом году Галина решила добавить в огород немного Азии. На грядке особая трава для приготовления лагмана. А в теплице – физалис. Он ест. Это как в Азии, говорят, клубника ихняя. Ну, такая кисло-сладенькая. Вот как клюковка. Смородин в этом году много. Галина Стародымова планирует собрать два ведра. А вот с жимлостью и клубникой в этом году не повезло. Созрела у меня жимлость. Ну, думаю, ну ладно, пусть поспеет. Завтра приду и соберу. Прихожу. А, нету. Ну, ни одной ягодки нету. Все, съели дрозды. Вот нынче прям как-то они и клубнику. Они бы вот еще... Вот это-то вот они съели. А клубнику они не съедают, они надкусывают. И все. Несмотря на дроздов, виды на урожай серьезные. Покупать на ярмарках может выйдет и дешевле. Семена, полив, бензин на машину. Но для Галины это не вариант. Кто его знает? Чем поливали? Чем удобряли? Мы не знаем. К тому же на даче есть вещи бесценные. Никакие достопримечательности в отпуске не дадут таких эмоций, когда на даче вырастет цветок под народным названием «очисток». Ну, мне они нравятся не тогда, когда они цветут, а когда только с земли вылазят. Они как розочки. Капельки попадают на листочки и очень красиво получается. Наталья Платонова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Семерка лучших спортсменов из секции по аэробике отправляются на сборы в Подмосковье. Занятие будет вести главный тренер сборной России Владислав Оскнер. Чего ждут от поездки сами дети? Узнаете в следующем сюжете. Именно так ярко и громко спортсмены поддерживают своих товарищей во время подготовок к выступлениям. Сплоченный коллектив и усердные тренировки – залог успеха уверены воспитанники секции по аэробике. Буквально завтра они отправятся на сборы в Подмосковье, где с ними будут работать лучшие спортсмены страны. Ничто так не закаляет спортсмены, как сборы. То есть это тренировки три раза в день, бассейн, дисциплина, все по расписанию. Поэтому, конечно, больше я ожидаю от того, что наши дети немножко станут выносливее, с таким закаленным характером приедут. По мнению тренера, во время сборов не менее важно общаться со спортсменами высоких уровней. Глядя на хорошие примеры, увеличивается стремление к победе. Настолько там будет атмосфера спортивная, такая энергичная, заряженная спортивным духом, что я думаю, что наши спортсмены приедут оттуда заряженные на победу. На сборы поедет семь ребят. Именно они показали себя за год лучшими из лучших в аэробике. Виктория Жилкина занимается еще только год, но уже успела достичь определенных результатов. Для достижения цели очень важно правильно себя настроить, уверена юная спортсменка. Я ездила на соревнования. У нас есть УФП. Я всегда почти первая, потому что я добиваюсь этого. Я просто думаю о том, что я хочу. И просто делаю шаг вперед. Сборы продлятся две недели. По возвращению ребята сразу же приступят к тренировкам. В начале октября их ждут очередные крупные соревнования. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас. Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok